Всем привет! Меня зовут Алиса, вы на канале Алиса из DPS. И сегодня у нас будет распаковка посылок от наших подписчиков. И первая посылочка, которую мы распакуем, будет от Казанцевой Ксении из города Азов. Давайте ее скорее откроем. Дело в том, что эта посылка необычная, потому что ее вскрыли уже до нас. И вместе с ней было прикреплено вот такое письмо с актом о том, что эта посылка была повреждена. И здесь написано, что фактически весила эта посылка 128 граммов. А когда она приехала к нам, весила 109 граммов. Ну что, Ксюша, я знаю, что ты ждешь эту распаковку, поэтому нам очень интересно, что же отсюда украли. Подпишись, даже если у тебя лапки. Настолько ценные нам посылки шлют, что их уже начали обворовывать. Ну, внутри оказалась коробочка картонная с надписью. Ну, как вы понимаете, в такой коробочке не отправляют. Ну, я не знаю, мне кажется, что здесь вроде бы все должно быть на месте. Вася, поздравляем тебя. Тебе прислали огромный бантик. Вася, бантик здесь. Птички в окне. Бантик здесь. Вася увлечен птицами, которые у нас ходят по окну. Дальше было обнаружено письмо. Украшено красивыми такими наклейками с надписью Кислав. Давайте его прочитаем. Привет, изи семья. Меня зовут Ксюша. Мне 10 лет. Я живу в городе Азове. Это Ростовская область. У меня живет хомячок Кэмпбелла. Ему годик. Его зовут Кексик. Я давно смотрю ваш канал первых родов фанты. Мой хомячок окрасан как Пепси и Ореша. Раньше он много кусался. И по неделям мы не брали его на руки. Благодаря вашему каналу это самый добрый хомяк в мире. А еще у моего папы есть крыса. Ему 2 месяца. Зовут его Лесик. Окрасан он как белый хомячонок Роборовского. Сначала мы думали, что он чисто белый. Но удивились. Почему не красные глаза? Оказалось, что у самих корней шерсти было черное пятно. Я вас люблю. Пока-пока. Вопросы. Почему изи роза не снимается в видео? Слушайте, обещала вам рассказать на влоговом канале. Но вчера как-то так спонтанно выпустила видео. Сегодня я расскажу на влоговом. Поэтому зайдите обязательно посмотрите. Алиса уже собрала деньги на собаку? Да. Только Алиса еще не собрала оценки на собаку. Подарки. О! Все отлично. Мы сейчас найдем, что было украдено. Значит, первое. Должен быть рисунок. Ищем рисунок. Алис, помогай. Вот рисунок. Есть рисунок. Рисунок написан можно на стену. Второе. Здесь должна быть игра. Вот здесь вот игра. Бант для Василия есть. Четыре конфеты. Одна. И все. О! Конфеты украли. У нас украли конфеты. Дожились. Почта ворует конфеты. Не хватает трех конфет. Какой ужас. Ничего. Мы между собой вот эту одну поделим. Правда же? Угу. И подарок для кемпов и сириков. Давай проверим. Подарки не украли. Кемпиком. Сириком. Нет. Нас обворовали только на конфеты. Честно говоря, мне сейчас смешно. Но такого еще у нас не было. Почта ворует конфеты. Давайте распаковывать рисунок. Игру. И посмотрим, какие подарки были для животных. Эта конфета по запаху понравилась Васе. Она написана, что с ванилькой. Но по факту она пахнет сгущенным молоком. И сейчас я часть этой конфеты попробую. Остальное будет для родителей. Она как сливочная. Очень вкусная. И очень сильно рассыпается. Я такие конфеты люблю. Такие конфеты присылали нам из Японии. И плюс еще. Родители покупали целый мешок подобных конфет. По вкусу очень похоже. Но это прямо сливочная-сливочная. Вася наложил свою лапу на конверт кемпикам. Вася, я сомневаюсь, что ты будешь это есть. Мне кажется, это корм. Помогает мне распаковывать. Кот Василий. Да, действительно, здесь корм. Вася его так нюхает. Кемпикам в принципе, в принципе, ну как бы можно. Но здесь есть кукуруза. Кемпом кукурузу вообще вот нельзя. И еще воздушные зерна тоже нежелательно давать хомякам. Поэтому придется немножко его перебрать. А покормить в принципе можно. Для сирийских хомяков что-то прислали. Вася считает, что он хомяк. Да, Вася? А для сирийских хомяков прислали кукурузу из этого корма и семечки. Ты хотел попробовать? Вася почему-то очень любит кукурузу. Обнаружили еще один небольшой конверт. Объяснение. Простите, что сирикам так мало вкусняшек. Их мало, потому что у меня нет сирика. Я взяла вкусняхи из крысиного корма. Пакетики разрывайте, которые с кормом. Насчет конфет. Белая Алиси, сиреневая Изи Розы, а синяя Изи Саник. Короче, эта конфета была моя. А ваши конфеты, ребята, украли. Уже кто-то съел без нас. Ничего, Алиса с тобой поделилась. На, держи конфету. Спасибо. Рисунок. Можно ли на стену? О, я знаю, кто это. Если речь идет о черве, то это, скорее всего, Пепси. Вась, подержи Пепси. Вот так. Игра. Собери запись, часть первая. Игра из двух частей, получается. В первом конверте были сердечки нарисованы. А что во второй части? А во второй части очень много конвертиков запаковано. Давайте начнем с первого. Слушайте, так легко разворачиваются. Не заклеено. Это, наверное, запись нужно было собирать по цифрам. Они идут по порядку. Давайте посмотрим, что здесь загадано. Можете уже начинать читать. Кто знает на английском, что это. И вот такую надпись мы собрали. I love you, Alisa Easy Pets. Вася, эта надпись очень понравилась. И он подполз поближе. Спасибо огромное, Ксения, за такую замечательную посылочку. Она нам всем очень понравилась. Жаль, что мы не смогли попробовать остальные конфеты. Но ничего страшного. Нам та, которая пришла, все равно очень понравилась. Передаем тебе огромный привет. И переходим к распаковке следующей посылки. Следующая посылочка будет от Поповой Полины из города Санкт-Петербург. Открываем посылку. Вася сбежал. И первое, что мы нашли, это письмо. С наклейкой бабочкой. Привет, изи семья. Я Полина. Это моя вторая посылка для вас. Мне нравятся абсолютно все пэтсы. Они очень милые. Немного о себе. Мне 9 лет. Я хожу в третий класс. Мой любимый цвет красный. Я занимаюсь спортивной аэробикой, хореографией. Вопросы к Алисе. Алиса, какой у тебя любимый предмет? Химия. В начальной школе была отличницей? Один раз. Вопросы мне. За кем сложнее всего ухаживать? За крысами, потому что убирать много. Как поживает Нафаня и Умка? Покажем их, увидишь. Хорошо у них все. Вопросы к Шурику. Впервые на этом канале. Какое у тебя любимое блюдо? Даже не знаю. Наверное, картошка-пюре. По-моему, если ему дать 10 килограмм конфит, то он их все съест. Мне кажется, это самое любимое его блюдо. Это, как это называется, десерт самый любимый. То, что готовить не надо. А так бы торт был. Да. Яркие цвета или темные? Темные. Помню, что-то Роза говорила про свои руки. Тут у меня есть для нее подарок. Так, Вася пошел играть с мышью сегодня. Мышь-балерина понравилась Васе. Я ищу тогда подарок. Но первое, что я увидела, это рисунок Фани. Смотри, какой классный. Очень яркий, очень красивый. А вот и я нашла что-то мне. Вот, по крайней мере, здесь была наклейка Розе. Интересно, это про руки или не про руки? Это про волосы. Здесь резинка и еще камушки. Алиса такие куда-то складывает. Я знаю, что у нее специальная шкатулка для камушков есть. За цветочек на волосы большое спасибо. У меня длинные, люблю резиночки. Вася продолжает сражаться с мышью. Так, а что же для рук? Для рук-то что? Я нашла для рук. Для рук у меня крем для рук с авокадо. Глицериновый, смягчающий. Класс, ребят. Крем для рук мне нужен всегда. У меня руки очень сильно сохнут. А еще я постоянно где-то попадаю. Это я гладила белье, это я натирала морковку в борщ. Поэтому мне еще, чтобы он еще и заживлял, было бы вообще супер. Но этот устраняет сухость. Из-за того, что я постоянно мою клетки, у меня бывает, что очень сильно пересыхают руки. Спасибо. Авокадо у меня еще не было. Продолжим нашу распаковочку. Я нашла вот такой вот манцесто чай. Такой мы еще не пробовали. Он с клубникой, черной, байховой, со сливками. Со сливками какой-то чай был, и он очень вкусно пах. Так что обязательно попробуем. Это мацесто, клубника со сливками. Мацесто это, по-моему, такой регион, да? Да, смотрите, из мацестовской долины. Там именно выращивают этот чай. Уж не знаю, откуда я это знаю. Но, короче, знаю. Вот это я сказала. Еще есть для Шурика вот такая вот конфетка. Яблоко-вишня. Подожди, не факт, что это все тебе. Это пастила. Ой, давай ручки свои загребите. Яблоко с вишней. Он вишню любит, ты же не любишь. Но написано, что это пастила вкус детства. Возможно, еще там тебе будет и мне. Подожди. Да. Остальные-то тобою не подписаны. Но если три, то значит нам. Да, это каждому по одной. Мне и маме. Все такие сидят и думают, какие же они любители конфет. Не могут конфеты поделить. Они, кстати, без сахара. Супер. У тебя тоже такая резиночка. Да, очень красивая. С цветочком блестящим. Мы теперь не только одеваться будем одинаково, но еще и резинки у нас одинаковые будут. Алиска обнаружила здесь погрызушки. Лакомка с яблоком. Два штуки. Давайте посмотрим, какие они. Красная проса, желтый овес, пшеница, сарго, подсолнечник, мука. Сахар. Но все взяли и испортили. К сожалению, такое мы дать животным не можем. Потому что эти погрызухи с сахаром. Жалко, конечно. Но мы сладкое хомякам не даем. О, это вещь. Это вещь. Это же таблерон. Наши свинки обожают таблероны. Кстати, даю и животным другим. Ну, я имею ввиду, крысам стачивать зубы и хомякам стачивать зубы. Очень полезная вещь. Обожаю таблероны. И полезный витамин С в виде сбора вот таких вот ягод. Здесь не только шиповник, но еще есть рябина и еще много-много разных полезных ягод. И мы свинкам периодически своим даем. Благо уже весна и появилась трава. Поэтому количество вот этих ягод мы постепенно в корме стали уменьшать. А я вижу красивенькую коробочку. Вот такую с надписью Эйвен. Розе коробочка. Ой, мне коробочка. Из Анапы. Ну, я просто когда последний раз вот такую штуку распаковывала, то надо мною все смеялись и говорили, что там внутри ничего не будет. А нет, а мне ракушки из Анапы прислали. Смотрите, они почти как наши. Очень похожи. Ребята, кто-то был в Анапе, насобирал ракушечек маленьких, симпатичненьких. У нас теперь в Крыму будут анапские ракушечки. Для морских свинок нам прислали гранулированный корм. Здесь трава, зерновые гранулы, овес, ячмень, подсолнечник. Нам врач, к сожалению, сказала, что, и особенно вот кэроп, что нашим свинкам нельзя давать, как, в принципе, и другим, корм, который содержит зерно. Поэтому я думаю, что можно будет добавить в корм хомячкам или крысам. Пусть грызут. Но, в принципе, вещь очень полезная и очень приятная. Алиса позвала Васю, он скорее прибежал, потому что он испугался до этого, и ему прислали пачку с кормом. Он всегда так делает. Смотри, я еще нашла вот такую штуку. Васька, будешь... Ой, Алиса. Алиса уже научилась высовывать, не распаковывая. Васька очень любит вот такие вот вкусняшки. Он решил съесть всю пачку. Даем мы ему крайне редко такие вкусности. Ну, как распаковываем видео, это бывает раз в неделю, так и даем. Василий, у тебя еще есть запас, две палки, сторожи их. И последний конвертик. А нет, не последний. Еще вот немножко я здесь обнаружила бабочку. У Алисы в коллекции уже такие бабочки есть. Вы видели, что она ими украшает свою стену. Это вроде бы магнитная, да? Да. Магнитную бабочку тебе прислали, держи. И еще конверт без надписей. Интересно, что это. А в конверте без надписей Ваше прислали вот такую игрушку. Бантик. Но знаете, он такой тяжеленький. Я боюсь, что Вася может испугаться. Надо будет попробовать. И для нас еще прислали игру открывать во время премьеры. Ммм, интересно. Видео-то выходит в виде премьер. Так, и везет тем, кто это видел во время премьеры. Игра для подписчиков. Ребята, играем. Суть игры. На бумажке будут любимые цвета изи семьи. Подписчики должны написать, кто это. Слова для справок. Алиса, Роза, Шурик. Кто первый напишет, тот молодец. Итак, номер один. Чей это любимый цвет? А вы сейчас в чате пишите, чей любимый цвет. Кто угадал, молодец. Номер два. Чей это любимый цвет? Даже два. Под номером два пишите. И последний. Номер три. Чей это любимый цвет? А подводить итоги этой игры будет Полина. И напишет вам в чате, угадали вы или нет. Спасибо, Полина, за замечательные подарки. Передаем тебе огромный привет. И переходим к распаковке следующей посылки. И следующая посылка будет от Стаси города Балашиха. Посылка лежит у нас достаточно давно. С начала марта. И что же в ней? Разложим по порядку. О, ребята! Сейчас вы все обрадуетесь. Нам конфет прислали. Конфеты называются Ласточка. И сразу у всех поднялось настроение. Там была одна конфета, которую я не успела прочитать, но ее уже забрали. Была вот одна такая конфетка. Она без сахара. Класс! Ой, и еще одна. Еще дюшеску нам прислали. Кто любит дюшески? Все, разобрали. Так, продолжим. Здесь письмо. Открывашка. Письмо-открывашка. Вася пришел. Василий любит читать письма. Да, Василий? А что ты облизываешься? Оно невкусное. Конфеты разобрали. Наш кот, кстати, не ест конфеты. Я знаю, что некоторые едят. Привет, канал Изи Пэтс. Мне очень нравятся ваши каналы, ваши ролики. Я ваш подписчик. Я пересмотрел почти все ваши ролики, хоть и узнал о вас совсем недавно. Меня зовут Стас, мне 10 лет. Я живу в Москве и иногда могу приехать в Балашиху. Я написал письмо 22 февраля 2021 года. Сколько же эти конфетки ждали, чтобы их съели? Извиняюсь за ошибки. Вопросы. Сколько лет вашему котику Васе? Васеньке, 6 лет. Сколько было у вас хомяков? О, Господи! Это самый сложный вопрос, который мог быть вообще. Давайте я посчитаю и в следующем видео вам скажу. Потому что это реально очень сложно. До новых встреч. Пока. Сюрпризы. Они пронумерованы. Там есть номер 1. Номер 2 я нашла. О, для кота Васи. Вася, раз уж ты здесь. Конвертик. А в конвертике еще конвертик. А в нем еще один. О, Вася, это тебе. Вася, ты не понял? Смотри, это тебе. Ладно, подержи пока. Вот так вот. Да, молодец. Так, дальше сюрприз номер 1. Конвертик. В конвертике бумажка с сюрпризом. И большой рисунок Орео. Слушайте, как он прикольно нарисован. Мне очень понравилось. Он здесь такой рыженький получился. Хотя, если честно, это очень черный хомяк. Печенька Орео наша. Вася, вы с ним похожи. Сюрприз номер 2. Конфита. Кто хочет дюшес? Сюрприз номер 3 написано для всех. Это для всех. Вася лапу подал. Ну, для всех берите. Нет, Вася конфеты не ест. Сюрприз номер 4. Я благодарю вас. Наверное, благодаря нам он узнал много нового про хомяков. Спасибо. Пожалуйста, мы очень рады, что ты смотришь видео, что мы тебе смогли помочь. Для Алисы Изи. Алиса, для тебя конверт. Держи. И в конвертике ничего нет. Может, это вот это? А может быть, конфеты были для тебя? Там одна конфета. Вот эта была. Вот эта. И вот эта, скорее всего. Вот эти две конфеты, возможно, из того конверта выпали. О, как радость. Спасибо. Спасибо, Стасик. Очень вкусная посылка. Передаем тебе привет. Ну и на этом будем заканчивать наше видео. Всех очень любим. Целуем. Всем изи пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова